I have ways of blowing things off. Ну, в общем, скомкивать остаток серии. Поэтому мы с вами прервались. Я надеюсь, что ничего страшного. Зато теперь мы опять здесь. Может... 8-3... Что? 8-3 что-то. Значит, где-то есть сейф к этому. Кто-то зевает, офигеть. 8-3... 5. 8-3-5 оказалось. Спасибо. Вообще случайно этот код сейчас наткнулся. А это, кстати, говорит о том, что мы еще неудачно закончили прошлую серию. Эта серия началась прямо с чего-то интересного. Собрание регентов. Второй день месяца леса. 1851 год. Приветствуют все. Не приветствую всех, а приветствуют все. Основная повестка дня действия на скорую годовщину... Скорую... А, ну да, да. Скорую годовщину смерти императрицы Джессамины Колдуин. Предложение Корри Брокберна. Письмо в Карнакскую газету с заявлением, что несмотря на всю предосудительность и убийство, случившееся может благоприятно сказаться на империи. Итог. Одобрено единогласно. Ну вот, они же тоже говорят, что типа она была фиговой императрицей. Предложение Жени Стайнс. Носить на годовщину на рукавной повязке с гербом лорда регента. Возражение Корри Брокберна. Чудесная идея, но может повредить прибыли тех, кому в этот день нужно будет иметь дело с многими клиентами. Клиенты могут посчитать это дурным вкусом. Итог. Четыре голоса против, три голоса за отклонено. Встречное предложение Дженни Стайнс. Повязка можно носить на пятнадцатую годовщину незаконного ареста лорда регента. Итог. Одобрено единогласно. Арест лорда регента. Ну это типа если бы я его арестовал. Незаконно. А, вы у нас... А, все, все, все. Я теперь понял, кто вы. Это регентеров. Это те, которые изначально были против Джессамины. Те, кто считают власть регента изначально верной. Все, я понял. Предложение Теодора Бенетеса. Развернуть кампанию за увеличение числа световых стен. Чьё применение в Карнаке возобновил герцог Лука Аббелли. Суровые меры, надежные меры. Итог голосования отложено до получения новостей от командования Гвардии, которые собирают факты о снижении преступности по всей Карнаке. Предложение добавлено в повестку дня до следующего собрания. Поданы коктейли и спиртные напитки. То есть, все равно все сводится к тому, чтобы нажраться. Хорошо, хорошо. Опа. Записка от Кори Брокберна. Это, кстати, один из тех, кого мы упоминали только что. 25-й день месяца леса, 1851 год. Джанис, ты всё найдёшь в сейфе. Я записал комбинацию. В обычном месте ты знаешь, где искать её в офисе. Я недавно сменил все замки в сейфе, потому что, мне кажется, за мной следят. Когда я закрывал вчера кабинет на ночь из темноты, отчётливо была слышна чья-то возня. Тяжёлое дыхание за нами явно следят. И на этот раз не Гвардия. Пожалуй, будет безопаснее отложить нашу следующую встречу. Ты можешь предупредить других? Я уеду в Кулеро. Или в Кулеро. Или в Куперо. Ладно. Когда закончу дела с сегодняшними клиентами. Наверное, в Кулеро всё-таки. Кори Брагберна. Так, тут был намёк на код. Но на код мы случайно абсолютно наткнулись вот здесь. Здесь стояла бутылка. Вообще, просто глаза на него упали. Я точно так же мог его и не заметить, наверное. Или его просто так фигово спрятали. Так. Сейфик мы, наверное, закроем. Сверху тут ничего интересного нет у нас. Хорошо. В принципе, и меня устраивает то, что я пошёл проверять дальше. Мы идём играть в гости. Ты с нами? Такое нельзя допустить. Где мне взять на это денег? Где взять на это денег? Ну, чувак, с деньгами я тебе никак не помогу. Хорошо, что мы зашли сюда. Сюда тоже. Здесь же мы всё облутали, да? Так, надеюсь. Разбивать не хочу, честно говоря, шуметь. Не знаю. Мне звук бьющегося стекла. Ещё то, с каким видом оно пропадает. Отсюда такое себе. Так. Свечки задуем. Налоги, налоги, налоги. Все тут так огорчены этими налогами. По сердцу. Оно у нас там. А когда гвардия пришла туда и увидела трупы с личинками, то спалила дом дотла. И соседние тоже. Они могли просто обкурить всё дымом. Так или иначе, драгоценностям конец. Денег мы не получим, да? Не отчаивайся. Просто всё будет сложнее, чем я думала. Столько трупных хоз здесь ещё не было. Что же мне так не везёт, а? Сейчас каждый сам за себя. Ночью вернёмся и откопаем драгоценности. А потом рванём из карнаки. Вернёмся и откопаем. Можно поподробнее? Постарская колая. В чём дело? Надо Belgium зайти шдерную. Развеяться. что произошло только что от чего я обжегся и чё они все насторожились не знаю ладно где так да и ты помоги-ка я растерялся круто с контрольной точки это откуда я сохранялся до сейфа после сейфа иди-ка сюда к помоги ага зараза устроили на меня засаду а вот я тут сохранился ты тормознута или где я иль ты меня подставил паула был там где ска где ты сказал один мы нанесли ему 50 ударов ножом он захлебнулся кровью когда я всадил ему висок рельсовый костыль потом он просто исчез и я осталась только осталась только стая крыс не знаю как он провернулся фокус но ты подонок должен был про него знать на другой день паула вернулся с десятком стена теле хватили на сразу по двое вытащили на улицу бринду 100 вытащили на улицу при бринду стомом и раскрошили им зубы молотом засыпали глаза этой дурью и у них началось страшное видение они орали как клоуны на карнавале захлебываясь кровью потом паула приказал и их расстрелять кричащими дротиками я спряталась меня хватит ублюдок я уверена что ты все это время работал на стенателе клянусь если увижу тебе еще раз зарежу сабина но сабина получается что я тебя зарезал тварь ты такая нафига вы на меня напали чуваку голову оторвал сюда можно было кстати также проникнуть вот у меня опять осталось четыре пули но блин твари в эдаке зачем рону я заберу вот я заберу вообще все у вас тут позабираю ладно она того стоило я думал час квест будет сейчас мне мне тут иди помоги вот этот этот а сейчас я чего-нибудь кому-нибудь ага чего-нибудь спасибо игра спасибо они все там в темных углах стояли хорошо значит по сути у нас остался только один амулет вон там вон скорее всего на втором этаже или где где заблокирована я тебя понял подпольная лавка нам тогда в подпольном давайте сохранюсь лечиться пока что буду может какой-то харчик мне попадется а туда мне надо или нет играть кости я не пойду я буду играть дома спасибо если они как не попаду мне сюда не надо в принципе да а куда мне надо мне надо вот сюда и вот сюда так так получается не каким-то образом я пока что еще рядом а он прямо подо мной где-то здесь а а есть еще пару написать 4 кстати наверно можно будет в магазе купить наверное этот таруна который можно купить в магазе так и в пяточку надеюсь мой перевод утвердят нужно свалить ешь ты матреш ты как я портнулся то закусали до смерти всю семью и до того тела раздула а кругом гнезда трупный хоз ужас так где у нас там усыпляющий 5 а это жалящий стена ющий топлив странные времена настали трудные времена создавать чувак ты уйдешь отсюда я как раз глаз нету есть хочется тут кто-то есть наверное внизу да то есть сюда не по идее не должны бы заходить амулет я заберу это я заберу серебряный тип о стенаниях этой неделе ваш верный редактор отойдет сторону чтобы вы могли взглянуть на конфликт развернувшийся в городе с обоих сторон приглашенный редактор чума чума стенателей письмо опубликованное на прошлой неделе в газете просто оскорбительно с какой стати мадам анто пытается убедить нас что ситуация в пыльном квартале да и во всей да и во всей карнаке у лучше если мы каким-то образом узаконим паула и стенателей напротив все приличные люди должны надеяться что однажды утром прочитают новость о смерти или аресте паула из чего бы нам опасаться аббатство и не в смотрите ли тебе не грозит если ты не ведьма это ты глупо сказал чувак смотрите ли аббатство и всякая вот эта религия как раз и славится тем что они могут вывернуть абсолютно все на абсолютно любую изнанку стенатели лишь банды головорезов они дня честно не проработали все что у них есть украдено или нажито нечестным путем если вам нужна их так называемая защита за нее придется платить смотрите ли же посвятили свою жизнь распространению блага семи запретов поверьте мне пыль батисты не на не на улицах она в наших сердцах и никто кроме аббатства не очистит из нас себастьян эрмитейдж ясно чувак ты на стороне аббатства если что я где-то тебя встречу в игре я это учту хорошо а где у меня исчезла марка у меня исчезла метка на посещение черного рынка а я хочу туда сходить купли ночью вы делаете то есть вы подумали что если я сюда зашел у кс если загрузиться где я окажусь а я окажусь здесь отлично показалось что у вас уже 54 метра значит я сначала иду туда ребят значит я иду туда правда я еще не уверен как тут я разобьюсь нафиг мне кажется ну давайте я буду спускаться будем знать что карете ладно так тоже годится не разбился и на том спасибо будем знать что карете лучше пробираться через верх мы даже знаем как это делать кто то есть давай кого-то убили да тебя сейчас убьют у нас потери ладно ребят хотел с вами по-человечески не получилось но я хочу побывать на маркете надо будет просто тихо пройти просто черт побери тихо пройти аааа бесит а что если мне потому что там ладно давайте загружусь фиг с ним тут не так долго можно туда попасть двумя два раза портнувшись это не так много я сохрани себе и пули и жизни я не буду так делать постоянно вы меня знаете но вот иногда это хороший способ что-то не так а мне сразу так не уютно становится мне короче туда тошнит молодец давайте в пяточку вот тут бы зрение мне сейчас пригодилось конечно да не видишь ты меня блин ну я тебя не вижу как ты меня блин видишь в кустах в траве во всем этом говне блин ну ты серьезно не знаю ребят стал здесь выполнен таким блин образом б черт может усыпить тебя к чертям где у нас там усыпляющие вот они так что это было теперь я точно попал да блин отвратительное место хочется пройти даже ну давайте давайте пройдем по-тихому не блин а может селиться в него точно чаю мозги-то морочил мне же есть мне же просто сюда видимо отсюда не пройду надо будет отойти блин все я чё-то тупанул я забыл что у меня есть вселение для таких моментов и я его и качал собственно говоря чтобы не морочить себе мозги все никакого усыплений никакой фигни подпольная лавка супер есть и дверь если чё по-человечески зайти давайте в пяточку так ты кашляешь думать вы клиент привередливый вон руна кого-то вы мне напоминали не не тебе показалось но не бывал в карнаке мне нужен монтажный инструмент наподобие того которым пользуются гвардейцы и без вопросов ясно да сударь но прямо сейчас я вам помочь не могу ко мне сейчас люди придут и не могу обещать что они будут вежливы вы понимаете все паула идет паша нет нам уходите поторгуем в другой раз я же говорю сюда идет паула может на чердаке у какого-нибудь аристократа я недолго и чтобы нам никто не мешал я бы на самом деле убил этого паула чё думаете у меня все болит даже пальцы на ногах я не знаю правильное сделал или нет стена тель магазин закрылся значит не поторгуем надо значит подождать магазин не нужен к сожалению я же не сохранился после этого сегодня у нас прям серия загрузок серьезно дать послушаем я не слышу я ничего не слышал если о чем-то говорят давайте и пяточку я не слышал я не слышал и от доспехов отскакивали меня само обманули но я возмещу ущерб паула процентов десять скилл тридцать ты же молодец даю неделю я сама глупила мне очень жаль будут у тебя тесаки да 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 все так странно смотрите ли в пыльном квартале ведьма на троне богатеев защищают эти часовые солдаты прибыль падает но если я добьюсь своего ты уже через год карнаку не узнаешь все вы уходите а где твоя ведьма прячьтесь прячьтесь все они ушли да всего лет десять на если вы не из гвардии я к вашим услугам хо очень интересная фишкам так доступно четыре новых улучшения а сколько у меня вообще денег так крепленный бомб ность больше урона дротики мгновенного сна это мне нужно снаряжение улучшения так во первых по снаряжению не дротики а но рыбой там пахло сильнее чем свежим кофе пришлось все продать жирная мина вот вот это мне наверное надо да монтажный инструмент с вами приятно иметь дело это я заберу ключ от билетной кассы зачем он мне давайте куплю ух хорошая сделка я не знаю зачем но вот чертежи чтобы улучшить снаряжение так дальнобойный арбалет где у меня там была скорость перезарядки это есть высыпляющий дротик арбалетный болт жалящий болт так 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 стоп вот это укрепленный дротик мгновенного сна да точно хочу воспламеняющий болт воспламеняющий болт с большим радиусом поражения может уничтожить группу противников а у меня нет чертежа этого я тебя понял скорость перезарядки давайте тоже качну так теперь что у нас пистолет скорость перезарядки и пистолетная пуля чертеж есть так это у нас тут о плюс 2 ячейки для амулетов вот это я возьму мне как раз понадобится и плюс 3 ячейки для амулетов тоже возьму теперь как быстро деньги то заканчиваются скрещенные клинки преимущество при клинче не знаю не знаю нужно ли мне это граната есть оглушающая мина да ну не знаю пружинные мины я вообще не уверен что хочу минами пользоваться так в подпольных магазинах появляются болты которые жалят врагов поставляют бежать из боя кстати это неплохо болт наносящий больше урона я бы вот это вот взял бы поджигать и воспламеняющий воспламеняющий болт с большим радиусом поражения может уничтожить группу противников вот это вот ну что арбалетом я чувствую буду много пользоваться и так же я обычно остаюсь на ночь в лавочке опасно теперь в городе так ускоренная перезарядка пистолета точно предстоит уменьшает разлет стабилизирует боюсь теперь цены по всей империи взлетят одну пулю в обойму а вот это кстати неплохо хочу две пули в обойму тоже хочу ну и давайте три пули в обойму все это качнем и тогда скорость перезарядки будет не настолько важна если в обойме будет три пули правильно? правильно так амулеты мы прокачали а маска кстати улучшенные линзы зачарованная оптика со вторым уровнем увеличения 200 денег если а я сюда уже наверное не вернусь ну и хорошо в принципе меня все устраивает из того что я здесь хотел купить я все в общем то купил здесь ничего такого нету все до свидания вот вам совет держитесь в тени вот тебе совет с такими советами закройка свою лавку нафиг панель безопасности не обязательно хакнуть ее но я не хочу ее взламывать я не хочу тратить этот инструмент если я могу проникнуть туда и так я смысла просто не вижу так сюда я пришел вот таким образом давайте по веренькому посмотрим что у нас здесь по сути из там амулет ооо 234 метра это явно не в этой области люди вроде не враждебные давайте мы сходим а туда можно попасть каким-то образом как и зачем похоже у тебя дела идут неплохо на спасибо я тебе кое-что скажу только ты не трепись давай давай я слушал тут недавно люди туда-сюда шныряли спрашивали ворвань явно что-то затеяли я понял все нервные стали такое чувство словно город вот-вот рухнет в бездну из города столько народу съезжает скоро гвардейцы и стенатели вообще без дохода останутся кого они будут грабить я тут работал на серебряном руднике покуда пыль все легкие не забила так я у него узнал будь осторожнее гвардейцы с пришлыми церемониться не станут да я с ними тоже как-то не особо знаешь мы это не сошлись немножечко во мнениях вот пришлось их немножечко того этого давай восстанавливайся я не хочу банку тратить не восстановишься это как о здравствуйте мне явно сюда огненных болтов у меня два да да ей пофиг чем меня жалить будут сейчас и всякое такое я лучше зайду заберу тут всякую фигнюшечку если сюда можно зайти а вот через этот балкон тоже можно было зайти значит не зря хорошо нужно быть гораздо внима ой блин до свидания давай обычные болты нужно быть гораздо внимательнее из них не выпадает интересно если их сжигать из них не выпадает потому что я их сжигаю или так и отсюда я просто хочу убедиться что отсюда дальше нет никакого хода там выглядит вон как улица если пойти сюда чисто теоретически я оттуда достаю ой блин отвратительно получилось пожадничал просто пожадничал ну хорошо что не разбился ладно там кстати надо запомнить что за жд станции там есть ловушки надо с этим поосторожнее быть итак что у нас здесь будильник болты пистолетные эти патрошки что тоже хорошо начало играть музыка тревожная но я вроде успел блин мне на самом деле просто раздражает вот этот звук я заберу спасибо у тело труп всякие нычки закоулки переулки наверх дальше уже нельзя сунуться да это максимально значит идем вниз тут нечего забрать нечего давайте сохраняться здесь ничего здесь ничего я какие-то монетки подобрал но я думаю что этого все равно не хватит чтобы еще раз черный рынок возвращаться найти бы какой-нибудь что-нибудь какую-нибудь картину бы там я не знаю или драгоценность или медаль чтоб сто сто пятьдесят за это дали было бы круто крыски крыски лариски бегают ну и как бы фиг с ними пойдемте посмотрим вода вот этот выход на улицу а вот это хибарка в которую можно зайти стакан стакан пулябельный одна штука так руда двадцатничек нет знаете мы может быть что-то и наскребем надо будет посмотреть что у нас потом по деньгам творится глобус мы крутанем как обычно что падает разваливается пугает меня все здравствуйте сейф пустой к сожалению но тут явно я не первый кто тут побывал странно что руда еще осталась китовая кость сова а я думал сова так ладно как бы тут они могут в каком таком простеньком и неприметненьком месте запихнуть что-нибудь важное и интересное я боюсь это пропустить потому наверное уделяю этому чуть больше времени чем стоило бы но мне хочется убедиться ладно ладно валим отсюда как у тебя все здорово вышло только ты не расслабляйся эти ребята с ворванью может еще где-то здесь крутятся нужно было нужно было ворван бери не легко стади нет ты облажалась нужно еще один баг иначе взрыв будет слабым поверь мне на ладно разрыву я нихрена не знаю потом схожу Достану еще ворвание. Отлично. И на самом деле спешить нельзя. Тут нужно действовать спокойно. Вечно тут торчать тоже нельзя. А то еще донесут про нас стенателям. Ну ладно, я все поняла. Еще один баг. А где у нас есть еще один баг? Где у нас есть еще один баг? И этих людей я, наверное, не хотел бы убивать. Вот что я думаю. Давайте попробуем. Взломщики. Сара. Дела в Даунуле совсем плохи. После переворота все переменилось. Очень опасно и нет никакой работы. Приезжай и забери детей. Это неправильно. Оставлять их у меня так надолго. Опять же, ты не говорила, какие они болезненные и невоспитанные. Конечно, ты мне сестра. И это кое-что значит. Но в начале месяца я уезжаю. Больше ничего сделать не могу. Я им не мать. Они меня не послушают. Я их уже не прокормлю. Они как поедят. Мне не на выпивку. Не даже на оплату жилья ничего не остается. А от тебя не гроша. Уехала искать лучшие жизни в Карнаку. Лучшие жизни. Ладно. На этом все. Бетти. Взломщики-то они, конечно, взломщики. Но... Ключ... Отворот жилого здания. А, то есть я сюда смогу прийти. Больше ворваний. Где я могу взять третий бакс ворваний? Вот что мне интересно. Двух не хватит. Ага. Нужно третий бак. А ключ мне нужен для того, чтобы сюда этот третий бак принести. Да? Я заберу, пожалуй. Ха. И в пяточку. Мне кажется, что этот дедок... Давайте просто попробуем. Блин, у нас сегодня серия загрузок. Одной загрузкой больше, одной меньше. Да, этого не хватило. Надо еще один бак. Где мы можем взять еще один бак ворваний? Наверное... Э! Это... Эм... Стена. Так ведь? Так ведь. Это световая стена. Мы же можем отключить ее. И вытащить оттуда бакс ворваний. И притащить сюда. А вот это будет уже интересно. Спасибо еще раз. Да, пожалуйста, как бы. Там, кстати, тоже что-то есть. Ну, то есть, по этой улице можно ходить. Так, мне нужен бакс ворванию. А это значит... Что мне нужно... Будет сейчас, наверное... Что мне нужно... Ого! Я бы, наверное, поустранял бы сейчас солдат немножечко. Б. И сидели на трубе. Ты в пяточку. Иди сюда. Мне нужно, чтобы ты пошел со мной. Нечем. Нечем, нечем, чувак, согласен. А кто это? Что это за чуваки? Белые? Почему? Так, ты спи, спи. А, это, кстати, этот. А вот мой второй парень, которого я сюда притащил. И кто тут у нас? А нахрен маска? Шел бы ты своей дорогой. Я так просто не уйду. А как я уйду? Сперва старый дурак даст мне пару советов, а потом сожрет свою сраную маску. Вот такой план мне очень даже нравится. Зараза! Дело плохо! Зараза! Дело плохо! Хорошо. А, все равно пришлось вас убивать. Ладно, значит, с этим типом я по-любому конфликтую. Договорились. Годится. Так, тут у нас два солдата. Из тройбата. Заменяют экскаватор. А мне нужно... Хоть бы и того пойла за две монеты. Идем, чувак. Тебе тоже пора спать. Я понимаю, на это потрачу пару бутылок. Возможно, оно того не стоит, но... Таким образом, я постараюсь немножечко ниже смертность сделать. Ну, то есть, дротики я трачу, а манна-то у меня восстанавливается. А дротики надо будет находить, покупать. Давайте я в пяточку. Ну, я их сюда потихонечку поотвожу сейчас всех. Просто раз уж мне придется тащить сюда бак с ворванью... Нету, нету здесь трупа. Успокойся. Это не труп. Человек устал на работе, уснул. Все хорошо. Так, основные сведения о часовых солдатах. Вниманию всех сотрудников. После несчастного случая на прошлой неделе великий изобретатель Кирин Джиндаш доводит до всеобщего сведения следующую информацию касательно часовых солдат. Есть личный состав гвардии обязан ознакомиться с этим объявлением. Первое. Часовой солдат защищен сильными деревянными планками. Если какой-нибудь негодяй разрушит их, то уязвимый внутренний механизм останется без защиты деревянной планки. На механическом... Не знаю, это глупо. Второе. Если нанести удар по голове часового солдата, то он начнет атаковать всех вокруг, не разбирая врагов и союзников. То есть, и на тебя он тоже нападет. Третье. Благодаря доростоящей оптике, установленной господином Джиндашем, каждого из часовых солдат эти машины видят спереди и сзади. Следует помнить об этом, если вдруг какой-нибудь из них взбесится. Четвертое. Если какой-нибудь дурак сможет подойти достаточно близко, то у каждого часового солдата есть маленькая панель для переключения восприятия врага и друга. Опять же, это означает, что он нападет на тебя. Не забываем об этом, и часовые солдаты будут вам помощью, а не обузой. Третий лейтенант Флора Диас, технический отдел нижнего города гвардии Сирконоса. Или же Сирконоса. Так, у нас есть путь наверх. Давайте я, наверное, теперь сверху зайду. Мне нужно добыть баг с ворванью. И в пяточку. Ого. Вот тут у нас ловушка, не забываем об этом. Это незабываемая ловушка. Как я в прошлый раз наверх-то попадал? Да ладно, я дотягиваюсь? Крутят. Я дотягиваюсь. О, здорово! 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 Давайте я в пяточку. Вот этих двоих мне сейчас надо вырубить. Помним, что портушит сюда. Надо бы запасную достать. Так. Что-то гром и сп... Вольно! Так. Есть вот этот парень и вот этот парень. Воздух спел. Полной груди не вздохнешь. Не-не-не, не вздохнешь, не вздохнешь, чувак. Уходи отсюда. Пяточку. Ты у нас спать. Ты спать. Остался я с одним дротиком, получается. Это я тебя заберу. Вот. Оу! Так. Остенателя, кстати, да, это мы с вами читали. В смысле? Давай заберем. Почему бы нет? Теперь. Идемте вниз. Если эту стену отключить, у нас будет один лишний бакс ворванью. Я очень хочу его достать. Давайте в пяточку сделаем. Я не помню, сколько тут людей. И к тому же я покупал... А, я покупал себе ключик от кассы. Так или так? Что-то я... А, тут разлито ворвань. Ворвань. Не разбивайся. Не разбивайся. Отлично, у нас есть бак У нас есть Блин, эту стену надо вырубить А, я могу ее и так вырубить И у меня тут тоже бак есть Все, в пяточку и пойдемте принесем Пару лишних баков туда, куда надо Я тут всех вроде обезвредил Мне очень интересно будет, что если рвануть Вам разве не интересно? Она сказала, нужен еще один бак Еще один я сейчас притащу, не проблема А если два? Ну даже если два, там можно набрать сколько угодно этих баков Окей Опять Получилось Я же плачу деньги за защиту Торговка Поэтому торговку мою убивать Я мог все это бесплатно Ну, в смысле, чертежи-то я бесплатно бы не получил Б Я же плачу деньги за защиту Картины тут нет, кстати, случайно нет Касса Ты открой Прикольно получилось И вот чуть-чуть денежек я себе вернул Из того Требуется А, это как раз на дверь, в которую я не мог попасть Да? Все нормально Блин, крутяк Вот это сейчас был реально крутяк Мне понравилось Я до последней секунды не понимал, куда я вламываюсь А когда вломился То Стало интересно Ну, по сути Наверное Я мог не покупать руну Но я у нее, на самом деле, немного купил Я у нее в основном на чертежи потратился А чертежи бы я тут никак не собрал Поэтому Мне, в общем-то, устраивает Я у нее мало денег оставил На все это Так Блин, вот это реально круто сейчас было Хорошо, что я тоже не убил И этих Они же живые Почему труп? Я же вас усыплял Почему? Вас что, взрывом, что ли, убило? Нет, я же отсюда стрелял Почему труп? Что с вами случилось? Да ну вас нафиг Ну, нет, я Не-не-не-не-не Стоп, ребят Возможно, я просто что-то туплю и не понимаю Я их усыпил Дротиками Так Так Вот, кстати, это я заберу Китовые кости Зачем-то я их собираю Ладно Надо потом узнать вообще Что происходит То ли я тупанул И стрелял в них Обычными дротиками Но мне кажется, что я их усыплял Поэтому у меня дротиков Сейчас только один остался Почему они трупы? Взрывом их не могло убить Потому что Откуда я стрелял? Отсюда И со мной ничего не случилось С ними тоже Не должно было ничего случиться Они были обе здесь Я тут хожу Никого не убиваю Никого не трогаю Они тут берут и дохнут Ну что за твари Неблагодарные Блин, она меня потом статистику испортит Если что Ладно Но лока была интересная Я в ней собрал все Что можно было собрать Посрался с этим Местным мафиози Зубков Так Здесь Вы же все спите У вас все Все хорошо Без сознания Никого из этих Я вроде как Не убивал Все жители нормальные Я на перерабатывающем заводе работаю Круто Так что ничего Кроме китовых кишков Предложить не могу Какая красота Ладно Стену мы А, вот Я купил ключ отсюда Вот Мне сюда значит надо Чертежик Да, чертежик Спасибо Касса Без ключика Наверное Я бы сюда Не попал Я так предполагаю Сейф Сразу бы так бы сказали Ну че вы как эти Хорошо Хорошо пошло Так И записочка собственно Кто-то опять стащил второй ключ от кассы Делать его заново Я больше не буду Так что вам придется обходиться одним Пипа Закончив дежурство Дожидайся Нарциссу И отдавай ему ключ Нарциссу Ты жди Даниэля И так далее Ключ передавайте Зу рук в руки Никаких тайников Если его тоже Уведут И мы не сможем Открыть кассу Вы все вылетите с работы Если не уверены в себе Платите звонкие монеты За новый ключ Или выкупайте старый На черном рынке Ха-ха Они это знают Так Наверное Он сейчас где-то там Администрация станции Авента Пипа И опа Два зелебоба Хорошо Нельзя Ладно Нельзя Так нельзя Уговорили Тут я все забрал Красиво Хорошо Я чуть не пропустил Это место Хорошо Что решил вернуться Заглянуть Поосторожней О, блин Это, кстати, красиво Лева такой Валим отсюда Тут у нас Двое ребят спят Пока они не проснулись Надо просто свалить отсюда По баренькому Вот нас Экипаж Сейчас домчит Куда надо Знаете чего? Пусть Экипаж Будет нас мчать В следующей серии Поскольку уже Хронометраж На наш подходит И Я не хочу Сейчас новые будут Там что-то Что я не видел Ладно Наверное нет Сейчас опять будут Новые заставки Новые ощущения Новые то-то-сё-то Давайте Мы их уже Испытаем В следующей серии Пока что На этом будем Заканчивать На этом у нас всё Спасибо, что были с нами Всем удачи Добра-бобра Всем молодушек Всем покеда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok